Нет, задумка-то хорошая с пенсионной реформой, потому что они сделают следующее. Сейчас чуть-чуть схлынет волна, пройдет где-то неделька-полторы. Они же вносят закон сначала на рассмотрение. Наша сборная начнет проигрывать. Патриотический пыл подойдет к концу. И это же постоянная возгонка, вам же нужны постоянно какие-то импульсные подкрепления. Выходит в белом пиджаке, например, Владимир Владимирович Путин и говорит. А кто это, блядь, у нас придумывал такую реформу? Это кто нашим людям в это сложное, непростое время насчитал какой-то вот этой вот хуйней нелепой? А ну-ка мне сюда подать этого ляпкина, тяпкина. И вот такие чудесные люди, которые сегодня в комментариях писали, что это все писал какой-то мальчик, директор института, приведут ему директора этого института, и он публично на камеры скажет. Это вы что здесь, Сидор Николаевич, понаписали, а? Это никуда не годится. В кризис, когда наши люди и так тратят последние ресурсы на благо Родины. Вы что удумали, блядь? И девчонки наши, до 63-х, чтобы работали, не в жизни этому не бывать. Давайте до 62-х с половиной, и вся рвань, вся рвань с гармонией уходит пьяная на улице и говорит. Вот это царь, сука, вот это мужик. Сказал, ну просто, ну, блядь, ну как отрезал, нахуй. Ну, говорит, ну не до 63-х. Ты представляешь, Семеновна, ты слышала, что наш сказал вчера? Прямо так и сказал. За грудки вот так вот взял этого молодого, вот этого пидораса, который, как его там звать-то, ты не помнишь? Директор этого института молодой, который все это написал, вот эту вот халабуду. И прям вот так вот его протрясывает, ишь ты, девок моих до 63-х, удумал. На работу принуждать ходить. Взял и снизил до 62-х. Еще на один срок его переизберем. И все. И вот так, оп! И еще один срок, ребята. Добрый вечер. И тут выходит Газаев, Газаев, блядь, опять. С Баяном, и все. И Антонина Петровна, и Евдокия Ордолеоновна, и все, блядь, и бурановские бабушки танцуют тверк, и конфетти сверху, и пиздец, и страза, и индийская музыка. И все целуются и совокупляются с болельщиками Португалии, блядь. Вот это мундиаль, нахуй. Это просто огонь. Это огнище, я бы даже сказала.